По правилам, ролик должен быть таким. Ну или хотя бы таким. Но правила этого ролика мы решили определить сами. В этом году мобильный оператор Will.com проводил масштабную кампанию в честь своего 12-летия под слоганом «12 лет определяем правила игры». Агентство получило задачу раскрыть эту стратегию в крупномасштабной активации, которая бы с одной стороны вовлекла много участников, а с другой стала известной среди молодежи. Стратегия. Быть первыми и создать настоящий повод для привлечения внимания. Решение. Организовать чемпионат по футболу, в котором мы сами определим правила игры. Это и стало началом первого в Беларуси турнира по трехстороннему футболу. Мы команда одновременно на поле. Поле в форме шестиугольника. То есть, соответственно, трое ворот и трое таймов. И второе основное правило, самое важное, это побеждает тот, кто пропустил меньше. Как ты этого добьешься, это уже тактика команды. Но вот это вот кардинальное отличие от обычного футбола. Мы стали первым брендом в мире, который утвердил официальные правила трехстороннего футбола. А также разработал игровую сетку и привлек профессиональных сузей для проведения турнира. Сегодня вся страна следит за развитием игры. Международный турнир по трехстороннему футболу. Участвуйте и выиграйте поездку на Евро-2012. Регистрация команд на v3g.by. Welcome. Определяем правила игры. Новости и этапы проведения турнира освещались в брендированной группе ВКонтакте. Здесь проводились конкурсы не только для участников, но и для болельщиков трехстороннего футбола. Результаты. Отрадно, что интерес к этой игре оказался очень большой. Почти 400 команд заявили свою готовность принимать участие. Более двух месяцев продолжался турнир. Во всех областных центрах у нас проходили отборочные игры. И самое главное, новую игру признали в Белорусской Федерации Футбола, а посвятили первый турнир по трехстороннему футболу столетнему юбилею игры номер один в нашей стране. В турнире приняли участие более двух тысяч любителей футбола со всей Белоруссии. А процент прироста участников в группе ВКонтакте составил 100%, что в пять раз превысило поставленный KPI. И приятное напоследок. Наконец-то в Википедии появилась статья о трехстороннем футболе на русском языке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!